привет все мои дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и сегодня мы посмотрим бонусы которые шли в дополнение к моду который вы недавно посмотрели новый мод там world expansion pack вроде как-то так назывался но сегодня хочу посмотреть какие дополнения есть вот допустим не знаю что вот это такое это текстуры какие-то непонятные ладно текстуры пар какие-то вот это вот это старый заброшенный по ходу да какой-то даже современный что ли прикольно не знаю что это но добавили сюда вход в парк такой якобы прикольно ой чё это я делаю так это 5 чеки за текстуры это понимает тоже вход в парк какой-то но не дорисованы это видимо сырая какая-то модель у всех зданий убрали все что у них сверху было всякие вот эти штуки вот ресторан какой-то новый у ресторана теперь можно обедать на на крыше так понимаю да ну и текстурки немного тоже не доработано они вот болтается у нас так что там у нас еще туалет кофе какое-то здесь видео можно заказать себе кофе ок опять же текстуры прыгают но в целом хоть какое-то новое здание тарабит еще бы она интересна работает или нет ну собственно говоря новшества больше то и особо и нету опять джип заброшенным это все видели уже в предыдущем моде фонтан новый прикольно сомби наверное так и все да и теперь мы пожалуй посмотрим бонусных животных которые добавлены к сожалению их можно добавлять только по одному поэтому я буду отрывками записывать но вы в итоге увидите одно цельное видео так сегодня у нас акроконтозавр бонусный вроде прошлый раз его не было когда я снимал мод там не было этого динозавра вообще никак ну это новая раскраска сейчас посмотрим я специально сейчас добавил людишек потому что здесь какой-то баг если ставить эти кормушки короче то игра вылетает так ну-ка ну-ка ну я конечно ожидал чего-то большего судя по картинке которая там была он выглядел лучше то есть эти типом поганула никого не поймал в целом довольно прикольно выглядит так давай уже лови кого нибудь вот эта анимация сломана они никого поймать не могут ну в целом вот такой вот у нас получился о поймала забавно в общем вот такой вот у нас акроконтозавр теперь перейдем к следующему животному оказывается чтобы посмотреть новое животное нужно нельзя по переходить по сохраненной игре нужно заходить по новой создавать новостов и прочее и вот тогда вот появляется новое животное допустим вот пожалуйста альбертозавр новый а при этом акроконтозавра больше в игре нету к сожалению так бонусный динозавр они придуманы чтобы добавлять только по одному всех вместе добавить к сожалению не получится ну давайте посмотрим альбертозавры когда выходят из клетки они по натуре как бы не агрессивная то есть им не нужно никого убивать поэтому я никаких кормушек и людей тоже не ставил так но альбертозавр издалека он кажется классным конечно но при приближении все равно вот этой игры много ожидать нельзя потому что она низкая производительность у этой игры поэтому ожидать каких-то прям первоклассных животных от нее не следует но альбертозавр получился более-менее таким красивым морда зубы там какие-то это все классно выглядит и цвет подобран очень красиво мне к сожалению мешает эти долбанные деревья да вот выйди пожалуйста там где нет деревьев довольно красиво и получился он вот но глаза какие-то без рачков поэтому это не очень круто в целом довольно хорошие бонусные животные конечно мне кажется основные они лучше были считая тех же гибридов они тоже были страшны так ну что ж перейдем к следующему животному двигаемся дальше у нас по курсу аллазавр пока что все платоядные идут не знаю когда там травоядные появятся уже там много бонусных животных вы еще много сейчас увидите так это вообще нет глаз поэтому скин мне не нравится по сути вот эти вот добавлены чешуйки вот это как раз якобы чешуйки вот эти крупные остеоциты такие по сути смотрится красиво челюсти зубастые тоже красиво смотрится но учитывая что вот у него нет глаз черное пятно то это мне не нравится еще друг с другом драться начинают по сути решать все равно вам там я просто вам показываю чтобы уже посмотрев мое видео могли определить какое животное дополнительно закинуть в игру в целом это обычная лазавра только вот перекрашенный но и типа с закрытыми глазами поэтому это этот скин не понравился убили да а нет чужой так ну ладно переходим к следующему сейчас у нас по курсу получается гигантская плотоядная африки а именно кархародонтозавр какой-то он мне сразу же не понравился ребята что с ним почему он весь такой полосатый как американский флаг я не понимаю давайте посмотрим ну у этого хотя бы есть глаза ну окрас мне вообще не нравится какой то вообще стремный они либо делают нормальный но безглазый скин либо глазастый но уродливый что за дебилизм ну смотрите какой эффект воды классно ну окрас вообще не нравится вообще никак извиняюсь это у меня в контакте ужас ну что ж переходим к следующему животному надеюсь оно будет лучше выглядеть хотя бы на этот раз нам дали окрас травоядного животного каритозавра как вы помните когда мы смотрели мод не было вообще каритозавра было только паразауролов мне это не нравится почему они убрали стандартных животных которые всегда были в игре почему не могли их оставить и еще одна новость в конце видео я покажу как установить этот мод и как вот эти вот бонусных животных тоже в игру запихивать так что кому интересно вообще это узнать сразу переходите в конец видео кому интересно еще посмотреть вот эти концы животных то продолжайте просмотр судей да вот это хотят сказать ой дебилизм какой то ужасный окрас стандартный и то бы лучше не знаю чего тут понадобавляли вообще с видом как гречка выглядит возможно я просто хочу есть но вообще как гречка реально не считая вот этого вот вот как же это называется то вот это так и попрыскали в гречку да и вот такой окрас получился по сути вот этим он может как то и привлекает что вот глаза вот здесь вот так вот его покрасили ну окрас тела просто ужасный не знаю нравится вам или нет но вот такой вот бонусный каритозавр теперь вроде перейдем к следующему скину на этот раз нам решили показать измененный окрас велоцераптора хотя стандартный который мы видели в этом моде мне нравился как то больше слишком много деревьев сразу такая музыка трепещущая заиграла так то прикольно если честно велоцерапторов сложно сделать плохо вот он ходит осматриваться ищет жертву сразу музыкой вроде с первого парка юрского периода заиграла когда там только про раптора было я точнее не прям такой специалист поэтому утверждать не буду ну вот такой красивый раптор доволен знаете ли конечно вот сейчас вот у него сломана анимация немножко но ага сейчас получишь а общаются странные и не нападают друг на друга довольно милые создания озвучка суперская что ж это был велоцераптор переходим к следующему животному на этот раз опять попался скин трооядного это дриозавр не знаю отсюда он выглядит опять какой то слишком ммм пестрый какой то не знаю посмотрим может он получше на самом деле будет ну глазюки есть ну и знаете такой более менее окрас показался конечно изначально хуже чем выглядит но довольно такой довольно таки цивильно так получилось у них это случайно за текстуры ушел прошу прощения только клюв почему фиолетовый но на кончике морды это странно давай сразу бегать носиться конечно хищников нету одни друзья ну про дриозавра что особо то говорить нечего изменений таких значительных нет только окрас поэтому вот это эффект воды вот это добавили это прикольно возможно раньше был я вопрос и вообще не примечал что ж переходим к следующему животному сейчас мы посмотрим на платоядное из китая это гуанлонг или гуанлонг ну гуанлонг вроде бы все правильно это по сути измененная модель делофазавра отсюда он уже выглядит красиво и он похож на окрас гуанлонга из игры jurassic world the game там вроде у гуанлонга на 40 уровне такой же окрас ну скорее всего оттуда и слезали выглядит красиво если честно ну как красиво для этой игры выглядит красиво впрочем не очень у него новый вот этот капюшон в виде таких отдельных перышек а не как у дела фазавра сплошной капюшон хотя его вообще не должно быть два гребня на морде хотя должен быть один у гуанлонга окрас ну так себе только из-за того что он из игры можно как то его пожалеть что ли надо сказать что он красивый уж очень ну на лапах вот такие вот чешуйки как и должны быть лапы не прорисованы просто вот такая культявка ну по сути я ожидал конечно большего и от этого мода и от этого безлежа но хотя бы так ну что ж время не ждет у нас еще куча всяких животных на платоядных мы насмотрелись теперь можно и к травоядным переходить у нас на очереди травоядное гадрозавр по сути в игре гадрозавра не было вообще я пока даже не знаю из какой модели сделано это животное вот жду чтобы посмотреть скин показался красивым сейчас посмотрим так ли он вблизи так ну сразу могу сказать что гадрозавра сделали из критозавра выглядит выглядит очень красиво если честно очень хороший хороший скин сразу видно что его либо откуда-то слизали потому что смотря на предыдущие можно подумать что они не сами его сделали но если сами то у них очень хорошо вышло то есть довольно такой красивый скин не пестрый такие бледные тона оно получилось очень добротно единственное что напрягает это то что этому горитозавру вырезали гребень на голове и получается у гадрозавра получилось некое сквозное отверстие в башке если не обращать внимание то животное довольно красиво получилось хороший скин да довольно красивое животное мне кажется если бы я и стал добавлять то сразу бы обратил внимание на гадрозавра из тех животных что я пока видел но в общем то решать вам добавлять я лишь просто показываю да вот эта вот дырка в башке она немного мешает так ну что ж время не ждет но у нас в очереди следующее животное так сейчас у нас на очереди и гуанадон этого животного также не было в игре я насколько уже могу предполагать его сделали из модели эдмонтозавра точнее просто перекрасили поэтому никаких сквозных отверстий в модельке не будет то есть не обрезанных грибней ничего да да его сделали из модели эдмонтозавра потому что и гуанадон тоже крупный хотя могли вырезать и из этого разуролофа впрочем глаза есть слава тебе господи в общем это обычный по сути эдмонтозавр только вот здесь вот такой окрас в котором видны вот такие чешуйки хвост полосатый если бы он был зеленый то это можно сказать что модель прям как из этого из прогулок с динозаврами там еще и торапторы на них охотились а вот так же черные полосочки здесь красиво так сделано ну видно что он такой сыроватый для этой игры я думаю вполне достаточно но смотрите а травоядных кружков не отходят у них просто брызги прикольно впрочем даже озвучка как у эдмонтозавра я считаю то есть ничего такого дико там крутого я не вижу но игуанодон хотя бы ничего в нем не вырезано поэтому его можно вместо гадрозавра поставить хотя нет звучка новая какие то новые звуки добавили что то они все столпились там впрочем вот такой у нас был огонодон посмотрим что еще припасли для нас разработчики данного мода теперь разработчики решили нам предложить посмотреть на новые окрасы стандартных животных которые почему то в игре при установке мода они пропадают куда первым будет кентрозавр вроде я там еще видела уронозавра но это все чуть позже посмотрим также новая моделька человека как вы здесь наверное давно заметили подросток какой-то у которого футболка с динозаврами кепка на голове кроссовки ну это как я могу видеть а кентрозавру все никак не могут закрыть рот глаза вообще убрали куда-то чуть ли не к ноздрям ну окрас сам окрас животного даже при приближении выглядит довольно как красочно красивый проработанный сама модель просто старая если бы модель была новая этот скин смотрелся бы красиво но дебильные глаза непонятно где рот никак ему закрыть не могут это конечно немного напрягает а в остальном довольно хорошо ну и озвучка старая так понимаю будет фыркать кряхтеть как старый дед и что-то такое да нет слушайте даже новые какие-то звуки появились жалко что вот этих всех животных стандартных нету в основном при установке мода это конечно жаль да так ну что ж переходим к следующему следующий скин называется просто оранжевый раптор ну и по сути это просто оранжевый раптор больше сказать не могу я отсюда не вижу какая-то мандаринка с ножками сейчас выйдет и посмотрим до 30 лет жить может прикольно да хорошая была бы игра если хотя бы вторую часть выпустили хотя бы в современном время игра была супер современная графика возможностями это было бы очень красиво вообще фу ужасный скин ощущение что он весь в прыщах по сути вот так вот он красиво смотрится начинаешь приближать как особенно я люблю приближать и сразу отвращение такое наскакивает мне если честно не нравится этот скин вот тот прошлый раптор было то круче да какой то он отстойный да какой то он отстойный и у этих рапторов а не та же самая озвучка ну вот я так заметил новые зубы им нарисовали более такие красочные не просто полосками а немного я не могу это объяснить но они те ровные такие не срастаются друг с другом ничего такого вот раптор чем не нравится в этой игре то что они начинают между друг с другом общаться то есть они не выходят и сразу кого то убивать как крупные терапуты они начинают друг другом что то переговариваться типа братан мы где там все дела сразу выбрали себе альфу это вот этот первый раптор за которым мы с самого начала следили вот ну собственно говоря такой знаете средний скин я бы его не стал устанавливать лучше уж если и брать раптора то предыдущего так переходим к следующему животному на очереди у нас африканская травоядная это ауронозавр который стандартно должен находиться в игре мы его почему то убрали пока не знаю издалека скин как то так средне смотрится может быть приближением добротный будет конечно вот я уже отсюда вижу полоску по которой по которой окрас для этого динозавра прикрепили там вначале хвост нарисовали там потом тело и скрепили грубо говоря так у ауронозавра тоже не закрывается рот никак но у него хотя бы есть глаз стремный глаз но и он есть окрас если честно ну не уродский но так себе могли бы поярче сделать ауронозавра могли сделать поярче хотя бы не знаю парус какого нибудь яркого цвета сразу видно что вот голова это более качественная часть этого окраса этой модели чем все остальное видите она такая более четкая такая прорисованная ау господи что с тобой так что мне не нравится я не советую вам ауронозавра закидывать в игру он как то так себе так ладно перейдем к следующему животному тут у нас и водоплавающие подоспели это плезиозавр ну как и мазозавр в игре он очень стрёмный не знаю даже что с ним и делать то я бы его точно в игру запихивать не стал он даже не двигается он просто едет у него только голова нормально сделано он просто катается он просто такой по земле едет рон дон дон такой знаете вообще паровозит что вообще происходит что за дебилизм ужас я не могу на это смотреть ребята мне плохо не я конечно сейчас выключать не буду но ну что вот это что за левитация что же антигравы вот это что вот такое даже в воде он стрёмно смотрится для которой его и создавали ужас это просто ужас мне нечего сказать по этому моду про окрас я вообще ничего говорить не буду поэтому вы посмотрели пожалуйста перейдем к нормальному уже животному на очереди у нас наконец таки зауропод шумозавр но это не шумозавр ребята шумозавра должно быть костяной наконечек на хвосте примерно такой же как у анкилозавра я понимаю что в этой игре это трудно реализовать но хотя бы какую кривую пигню бы ему сделать что ли не знаю бам 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 глаза есть ноздри вижу а если не смотреть на голову то как раз довольно такой цивильный то есть это обычный комарозавр просто перекрашен почему не смотреть на голову потому что она ужасно получилась глаза поместили не там где надо мне кажется поэтому животное немного стрёмно выглядит но звучка зауроподов мне нравится он всегда такой звучание как у китов делают куда ты погнал то братан куда погнал господи я что это было вот издалека не все красиво смотрятся да 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 конечно игра классная выглядит реально как острый динозавр блин тут единственно голова меня смущает а в остальном такое нормальное животное получилось ну более-менее я сужу не по современным стандартам по стандартам игры так что вы потом не надо мне в комментариях писать типа фу это что такое а ты вообще говоришь что типа нормальный скин он вообще культявка какая-то пятно какое-то мутное я говорю то что вижу если честно вот здесь опять сейчас были брызги ну эти волны отходили но блин пропали куда-то это еще не все ребята еще буквально 4-5 скинов осталось и давайте уже посмотрим так у нас на очереди еще одно стандартное животное из парка это стирокозавр и вы знаете скин выглядит довольно некрасочно конечно но для стирокозавра самое то о рога еще окрашены то есть не просто белая наконечники черные это классно сейчас посмотрим конечно возможно я ошибся ну не черный а фиолетовый глаза есть более-менее знаете ли по сравнению допустим даже с шунозавром этот стирокозавр выглядит по-моему лучше было бы еще забавно если бы это был бы не фиолетовый а такой знаете красный типа кровь вот этот забавно бы смотрелся мне кажется ну или черный хотя бы фиолетовый мне кажется ему не очень идет а нет вот смотрите красный с обратной стороны ага типа проткнул кого-то прикольно в целом стирокозавр получился красиво так теперь перейдем еще к одному рогатому стандартному животному которое есть в парке это таразавр таразавр вроде такой окрас мы где-то видели в каком-то еще моде я наизусть эти моды уже название даже не помню не то что в них есть поэтому я вам точно не скажу но возможно кто-то кто разбирается или кто смотрел мои видео хотя бы и помнит скажет мне где мы видели такой скин то есть этот скин сделали не разработчики данного мода они его где-то с украли где-то они его нашли и решили вставить в эту игру хотя может я ошибаюсь это их собственный скин вроде такой я где-то видел или хотя бы похоже выглядит конечно же красиво да я в каком-то моде точно его определенно видел вот этот вот выглядит красиво ничего никаких сквозных отверстий ничего такого я не вижу не примечаю такой не слишком яркий даже не слишком темная красота яркий воротник классно сделанный еще вот эти вот такие вкусные борозды видны это классно даже вот здесь прорезь сверху есть вот сейчас драться начнет ну даже вон отверстие для уха есть ну в целом из всех что я животных я пока видел я уже готов вставить террозавра остальных как то я стремлюсь вставлять потому что террозавр хотя бы очень красивым получился но получше вот надо было всех вот этих стандартных хотя бы террозавра стиркозавра кентрозавра там ауронозавра дриозавра и хотя бы просто закинуть в игру вот хотя бы вот этот скин просто закинуть в игру а остальных бонусных оставить а то получается даже стандартных животных вырезали ну что ж осталось еще немножко переходим к следующему в этот раз они даже позаботились о скинах гибридов и у нас на очередь тропеогоптер тропеогоптер также и запереть джурасик ворлдзе гейм выглядит уже страшно но я просто обязан ради вас его показать ну меня он лично очень пугает ой пожалуйста не вылезай господи господи и сути он вообще плоский и снизу вверх и слева вправо просто плоский ребята если честно он выглядит просто как тропеогнат на тропеогоптер он не похож в общем такое ощущение что его придавили и размазали ужасно выглядит в общем я не знаю вообще нафига их делать пусть летают как дебилоиды какие-то знаете это выглядит как воздушный змей максимум никак не динозавр никак даже не гибрид с динозавров ну из птерозавров поправляюсь в общем я показал все скины которые есть в игре также тут есть еще стандартный это вот стегозавр паразауролов вот кто там еще есть волоцераптор стандартный вот и стандартный тиранозавр но эти скины я уже случайно при установке мода занес в игру и поэтому они уже здесь есть поэтому я вам их показывать не буду вы их видели в предыдущем видео а теперь я пожалуй как и обещал покажу вам как я устанавливал этот мод и вот этих всех бонусных животных так ну для начала естественно нам нужно будет установить мод когда вы скачаете его это будет вот такой файл так кошка пожалуйста не нужно мне мешать что-то не хочет запускаться так вот здесь вот вы выбираете для низкого ну для слабого компьютера или full hd по сути выбираете португальский либо английский ну естественно допустим английский next next а здесь что-то пишут что-то интересное наверное я естественно я согласен и выбираете куда сохранить эту игру после того как вы выбрали нажимаете next там было написано сколько у вас свободного места и сколько займет это установка мода вот видите уже пошло добавляется вот файлы игры а теперь я вам покажу откуда вы сможете скачать этот мод под этим видео я оставлю ссылку при переходе по которой вы вот попадете вот сюда это сайт мод дб насколько если я не ошибся называть там от дб вот здесь вы ко многим игр можете найти моды все что вам нужно сделать это нажать на кнопочку вот здесь вот download download now вы нажимаете после чего выскакивает вот такое окно ну пишут что этот файл есть очень много и загрузчик очень медленный но вы нажимаете вот download вот вот это вот подчеркнутая фраза вы ее нажимаете и идет выбираете папку куда установить и идет закачка мода также вы здесь можете вот этот мод вы можете допустим в игры зайти и там вести любое название игры посмотреть если 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 к вашей игре которую хотите увидеть нужного интересующие вас моды там или что-то еще вот ух ты классно а это я не видел такого это как бы вот вот этот стандартный этот сайт здесь вот к игре Jurassic Park Operation Genesis есть все моды вот нажимаете здесь files там выскакивают все файлы все моды которые только есть а здесь получается что то новенькое нам выкладывают и показывают вот такого я еще конечно не видел глядишь возможно в будущем посмотрим также как видите у меня медленно даже грузит потом посмотрим да зацепило меня что-то ну вот когда скачиваете и потом нажимаете установщик все дела убираете папку и у вас идет уже установка вот вот наш мод установился нажимаем выход и вот собственно говоря вот сейчас вот идет еще вот эта фигня регистре completed вот выскакивает такое окошечко здесь выбираете допустим конфигурация вашей игры нажимаете либо поиграть в игру либо просто окей чтобы он сохранил эти штучки да вот и теперь вы просто выделяете вот дата сетап шейдерс давайте покажу бонус дата сетап шейдерс и все остальные вот эти файлы выделяете их так просто я знаю где какие их очень много к сожалению тут эй что ты делаешь дурак копию не надо создавать случайно нажал блин короче вот эти файлы вы выделяете которые у вас появились новыми в ту папку в которую вы закидывали и можете их перекинуть в нужную папку с соответствующим названием либо вы сразу ее создаете и туда устанавливаете этот мод так гораздо удобней вот и по сути все уже можете играть запускать в этом моде сразу для вас открыт объект b на котором можно строить строение то есть не обязательно там скачивать что-то еще чтобы была доступна эта функция сразу заходите в игру и у вас уже все доступно теперь я покажу вам как устанавливать бонусных животных вот эта папка здесь вот эти все бонусные животные которые сегодня вам видео показал вы допустим переходите в папку акроконтозавр здесь есть скриншот этого животного как он будет выглядеть в игре чтобы вы могли определиться нужен вам вам или нет если не смотрели допустим мое видео ну хотя для кого я сейчас это объясняю если вы не смотрели мое видео не знаю вот и вы должны скопировать вот этот о нет картинку нам не надо вы должны скопировать дата и фармс вот эти вот скопировать их и установить собственно говоря в папку с игрой просто нажать вставить и выскочит заменить вы нажимаете заменить и то животное которое вы сейчас сюда занесли оно появится сразу же в игре но если вы там допустим создали какой-то остров сохранили эту игру решили добавить новое животное и опять перешли по сохранению то это животное будет не видно вам придется создавать новый остров чтобы это животное там появилось в инкубаторе к сожалению только так извиняюсь тут у меня что-то выскакивает в общем я надеюсь объяснил все что можно надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и хорошего настроения с вами был дарт сидиус до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok